Добрый день, уважаемые поклонники украинского тенниса. Меня зовут Макс Тимченко. Я вас приглашаю на второй выпуск программы Game Set и Max. Программа, в которой мы говорим о мужском украинском теннисе. И в этой программе мы сегодня поговорим о следующем. Александр Долгополов и Сергей Стаховский неудачно проводят турнир серии Masters в Мадриде. Денис Малакостов дебютирует на своем первом челленджере в своей карьере. Ваня Сергеев продолжает восстанавливаться после травмы. И Александр Недовесов останавливается в четвертьфинале на челленджере в Корши. Итак, начинаем мы сегодня с Сергея Стаховского. Украинец приехал играть квалификацию на турнир серии Masters в Мадриде. Хотя первоначально заявлял о том, что он устал и, в принципе, наверное, уже не будет ее играть. Но, как видим, приехал, приехал и, в принципе, сначала оказалось, что не зря. Но вот давайте обо всем по порядку. Сергей играл с Карлосом Берлоком в первый день. Сожребием, конечно же, вряд ли можно было считать, что повезло. Потому что Берлок вырос на грунте. Берлок именно благодаря грунтовым своим успехам в прошлом году даже в топ-50 стоял. Сейчас он пониже. Но, в принципе, конечно, он считался фаворитом. Карлос в борьбе выиграл первую партию на тайбрейке 7-6. Наверное, можно было бояться того, что у Сергея опустятся после этого руки. Но он не сдался. Выиграл вторую партию 6-4. В решающей шла невероятная борьба. У Сергея были брейкпоинты напрямую. И самое обидное, что он их не реализовал. Мы знаем, что с психологией есть определенные проблемы в решающий момент у Стаховского. Но на тайбрейке, когда у Берлока появился матчбол на его собственной подаче, уже, конечно, можно было психануть и выключить лайфскор. Не следить за следующими событиями. Но те, кто не сделал подобного, наверное, были правы. Сергей отыграл матчбол на приеме. Заработал свой на своей подаче. И уже довел матч до победы. Валидольная победа очень важная, конечно же, для Стаховского. Победить на грунте Карлоса Берлока. Для него это победа сродни. И, знаете, такой вот победы над игроком топ-30 на харде, пожалуй. Да, можно так сравнить. Стаховский обыгрывает Берлока за три часа. И вот следующий соперник Сергея Сантьяго Хиральдо из Колумбии казался попроще. Согласитесь, попроще, нежели Берлок. Но вот с ним как раз Стаховский и не справился. Пожалуй, сработал и элемент определенной усталости. Потому что играть после трехчасового матча на следующий день, конечно, трудно. И Стаховский с Хиральдо играл больше двух часов и в итоге не выдержал. Но опять же, сценарий был очень похожим на сценарий поединка с Берлоком. Сергей уступил, обидно уступил в первой партии на тайбрейке. 6-7, вторую взял, 6-4. Но вот в решающей, в решающей, не использовав свои шансы, в решающий момент свою подачу проиграл. И проиграл 4-6 в третьем сенте. В итоге Стаховский неудачно провел решающий матч за право сыграть в основе на турнире серии Мастерс в Мадриде. Ну и так хорошо, что он обыграл Карла Саберлока. Хорошая победа. Единственное, обидно, что не вышел в основу. Будем надеяться, прогресс у Сергея будет на следующей неделе. Он стартует на престижном челленджере в Бордо, во Франции, где будет готовиться уже Крылан Горос непосредственно. Турнир собрал хороший состав. Посмотрим, что там покажет Сергей. Потому что показывает, что это уже пришло время. И нельзя уже проигрывать все время. Сергей, между прочим, если бы побеждал, да, украинские фанаты знают, мог бы попасть на Александра Долгополова. Потому что Долгополов сдал кого-то из квалификации в основе. Все опять сразу заговорили о втором украинском дерби. Но вопрос сразу отпал, когда Сергей проиграл Хиральдо. Ну а Долгополу в итоге пришлось играть не с Хиральдо, а с Робином Хаас. Именно про этот матч мы сейчас и с вами поговорим. Александр Долгополов в прошлом году в Мадриде выступил удачно. Там Ион Циряк, хозяин турнира, экспериментировал. Положил на корты синий грунт. И Саша этим удачно воспользовался. Ему подошло это покрытие, он здорово играл. И дошел до четверти финала, где проиграл лишь Хуану Мартину Дель Потро. Но в этом году у Саши не получилось себя проявить в полной мере. Соперник был не самый тяжелый, особенно учитывая то, что это был мастерс. Робин Хаас и голландец не спешит оправдывать свои авансы, выданные ему еще в далекой давней юниорской карьере. Робин стоит сейчас тихонечко там где-то в 70-х номерах и на большее не претендует. Но Долгополова оказался не по силам. Голландец в первой партии. Саша вроде бы первые геймы проводил довольно неплохо. Парочку очень зрелищных, красивых розыгрышей выиграл. Но ошибки опять перевесили. Все старания Долгополова. Он проиграл свою подачу. И после этого уже особо и не боролся. В первой партии проиграл ее 3-6. Во втором сайте ситуация вроде бы выровнялась. Александр держал свою подачу. Но вот на приеме ничего особого не получалось зацепиться за подачу Хаса. Не выходил. Тут еще надо отметить, что и Робин подавал довольно неплохо. Дело дошло до тайбрейка, где Долгополова в принципе отыграл довольно собрано. Но уже все приготовились к тому, что он проиграет, когда Хаса заработал матчбол после своей подачи на вылет. При счете 6-5. Долгополов не стушевался. Ответил в своей хорошей подаче. Матчбол отыграл. Сет стал 6-6. И после этого уже Саша 2 очка подряд забрал. Решающая партия. Но вот знаете, по характеру игры, по тому настроению, которое было у Долгополова. Он матерился. Ракетки швырял. Вступал в не очень приятные диалоги с отцом, который на трибунах сидел. И только руками разводил. В общем, настроение было такое, что Долгополов не был. Он просто не был готов выиграть эту третью партию у Робина Хаса. За счастье Саше было то, что он уже взял второй сет. В решающей партии на корте был, пожалуй, только Хаса. Да, он сделал брейк в начале. Не сказать бы, да, что вообще в целом Хаса провел очень такой хороший солидный матч. Нет. Яркий пример для сравнения это то, как Нишикори сыграл с Федерером. Ничего особенного не продемонстрировал японец. Все сам отдал Роджер. Примерно такая же ситуация в матче Хаса и Долгополова. Средний уровень от голландца. Но ниже своего уровня сыграл, конечно же, Александр. В решающей партии счет был 2-5. На подачу Долгополова 0-40. Понятное дело, что при такой ситуации уже ни на какую победу рассчитывать невозможно было. Хаса побеждает Сашу 6-3, 6-7, 6-2. После этого Робин провел довольно неплохой матч с Роджер Вилфордом Цонгой. В втором круге проиграл на двух тайбрейках. Саша свой шанс сыграть с Цонгой уже какой-то пятый раз в карьере упустил. Ну, в общем, не это важно. Важно то, что Долгополова продолжает неудачные выступления. И все уже заждались его каких-то удачных выступлений. Посмотрим, посмотрим. На следующей неделе Саша играет в Мастерс в Риме. Первый соперник Матео Виола. Итальянец, который обыгрывал Джоковича. Но не беспокойтесь, обыгрывал он младшего Джоковича в этом году на турнире в Дохе. Нет, даже в Дубае, в Дубае. Поэтому такого соперника Саша обязан проходить. Если не его, то кого? Переходим дальше. И тут у нас дебют Дениса Малакостова, украинец, который занимает место в девятой сотне. Дебютировал на этой неделе на своем первом челленджере. Денис до этого играл только в Фьючерс. Играл с довольно-таки слабым процентом успеха. Но здесь приехал на престижный турнир в Риме на грунте. И очень пару хороших побед одержал. В квалификации он обыграл ветеранистого итальянца Горгано, которому за 40. 6-1, 6-1. Потом обыграл, пожалуй, добился своей значимой, самой значимой победы в карьере. Мэтью Бартона, стоящего на более чем 600 мест выше в рейтинговой ассоциации. Обыграл того в трех партиях за 2,5 часа. В решающем матче отбора Денису не очень повезло. Он проиграл первому Сейну Андрею Мартину. Но на этом не закончилась римская история Дениса. Он попал в основу как лаки-лузер, потому что сразу три игрока снялись с турнира. И Денис сыграл в первом круге с Альбертом Монтанисом. Да, сожребием не повезло. Но это, конечно же, неоцененный опыт для Дениса. Он играл с игроком ТОП-100. Первым Сейном на турнире. И играл очень-очень достойно. Молокостов проиграл первую партию 3,6. Но, опять же, довольно периодически выстреливая и заставляя Монтаниса признать свое совершенство. Во второй партии Альберт не сильно напрягался. Впрочем, он и за весь матч не сильно-то и напрягся. Все делал сам Денис. Он то и ошибался сам, и выигрывал сам. В общем, во второй партии Монтанис повел 4,1. Но Денис не сушевался, игру выровнял. Но, более того, как по мне, в конце даже заслуживал выиграть эту партию. Потому что то, как играл Монтанис спустя рукава, очень пренебрежительно по отношению к Денису, должно быть наказуемо такое в спорте. Но Молокостову, пожалуй, еще рано такие вот победы одерживать. Он и так сыграл очень здорово. На этой брейке уступил. Но матч провел очень-очень сильный. У Молокостова есть потенциал. Он всего лишь 9-й сотни. Если будет прогрессировать, то все у него впереди. На этой неделе Денис опять играет престижный челленджер. Конечно же, квалификацию. В Бордо. Посмотрим. Надеемся, увидим его в основе. Ну, у нас на очереди Иван Сергеев, который восстанавливается после травмы. И пока это делает довольно неудачно. Ваня сыграл на турнире в Риме. Там же, где и Молокостов. Но после его выступления осталось гораздо более удручающее впечатление. Ваня проиграл Федерико Дельбонису. Талантливому аргентинцу. 2-6-0-2. И после этого Ваня снялся. Следующая его остановка это турнир в Париже. Квалификация Олан Гарос. Александр Недовесов продолжает свое четвертьфинальное проклятие. Саша отыграл на турнире в узбекском Корши. Ему пришлось поменять покрытие. После Туниса грунтового переехать на Харт Узбекистана. В принципе, сетка ему довольно подфартила. Будем говорить откровенно. Он обыграл малоизвестных двух соперников в первых двух кругах. Но затем, не сказать, что тот же известному игроку Ти Чену из Тайваня уступил. Уступил Саша очень обидно. Потому что сам, сам проиграл матч. Ничем таким особенным Ти Чен не отметился. Саша проиграл 6-7-3-6. И теперь он опять играет на грунте на этой неделе в Узбекистане. Вот такой была прошедшая неделя для украинских теннисистов. Она была не очень успешной. Но мы верим в успех наших игроков. И уже на этой неделе нам, конечно же, как всегда, есть за кого поболеть. Александр Долгополов в Риме, Сергей Стаховский в Бордо. Там же играет квалификацию Денис Молокостов. Ну и Александр Недовесов с Денисом Молчановым сыграют в Самарканде на грунте Узбекистана. То есть есть за кого болеть. Оставайтесь с нами и болейте за украинцев.